Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают, использует студии Алена Цихоцкая и Даниил Ардаутов. Смотрите сегодня в программе. Офисы интернет-ресурсов. Что они из себя представляют? И в каких стенах трудятся Центрально-Азиатские интернетчики? В серых или в красочных? Сделать любую фотографию, обычную превратить в красочную, стильную. А может из нескольких сделать одну? Коллажи. Как их делать и на какой программе? Расскажет Маржанжо Магазин. Люди все реже смотрят телевизор и все чаще заходят в интернет. Всемирная паутина уже поглощает телевидение. А теперь еще и за радио взялась. Почему радиостанции уходят в сеть? Слушай, Даник, а давай здесь перестановку сделаем? Смотри, я уже все придумала. Например, вот стол можно вот туда, кресло можно вот в тот угол, диван можно посередине. Стоп, 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 Ален, зачем нам здесь перестановка? Ну, как зачем? Давно уж ничего не меняли. И хочется чего-то свеженького, какого-то креатива. И потом, рабочее место это важный элемент. Знаешь, я тебе так скажу, лучше враг хорошего. Давай лучше оставим все как есть, а мечтать можешь сколько угодно. Я тебе даже почву для этого подготовил. Что ты подготовил? Ну, сюжет специально для тебя. Смотри и завидуй. Это неразвлекательный парк. Так выглядит рабочее место интернет-компании Google. А это, не поверите, офис социальной сети Facebook. Контора популярного мессенджера Skype также выглядит, мягко говоря, неординарно. Офисы мировых интернет-гигантов просто поражают воображение. Поэтому Матрица решила выяснить, в каких стенах работают центрально-азиатские интернетчики. В серых или в ярких? Доброе утро. Здравствуйте. Заходите. Человек приходит в интернет, и что ему там нужно? Ему там нужен сайт, ему нужна страничка в социальной сети, его нужно, чтобы его узнали. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Мы как выступаем в роли интернет-стилистов. Интернет-стилисты креативить решили подальше от города. В небольшом коттедже, практически в горах Алматы. Это наш задний двор. У нас здесь джунгли. У нас здесь растет 4 или 5 яблок на маленькой яблоне. Какие-то непонятные цветы. А за садом вы как ухаживаете? За садом по настроению. Я не ухаживаю, я от него чихаю. Сотрудники интернет-агентства уверены, работать на свежем воздухе продуктивнее в разы. Тут можно дать волю фантазии. А если не совсем хорошо думается, подкрепиться свежим шашлыком. И уж после вернуться с новыми силами на просторы всемирной паутины. Вот это комната, где живут творческие люди. Здесь вообще нет нетворческих людей. Казахстанский писатель Сергей Алексеенок работает в агентстве и все равно продолжает писать. Только теперь это не книги, а посты в социальных сетях. Творчество тут буквально витает в воздухе. А поэтому и атмосферу для сотрудников агентства создали соответствующую. С творческой работой, как у нас, отсутствие вот этой совсем такой казенности, уже как в обычном офисном здании или всего вот этого в течении планктона общего, это, конечно, тоже немаловажно, что ты вроде планктон, но планктоном себя не чувствуешь. Раскрыться именно творческому потенциалу позволяет, не сказать, что полная свобода, но комфортные условия для раскрытия. Комфортные условия для одних – коттеджи с камином и видом на горы, для других – высокие стены завода. Сразу не скажешь, но внутри этого старого завода производят еще кое-что помимо медицинского оборудования. Именно тут рождаются самые смелые сетевые проекты. Это пока единственный в Центральной Азии переоборудованный под офисы завод и находится он в Бишкеке. Здесь не чувствуешь, что тебя что-то давит сверху. И здесь атмосфера немножко другая в каком смысле? В том, что мы все привыкли сидеть в каких-то квадратных комнатах с какими-то стандартными лампами, стандартными розетками, стандартным цветом, да, может быть, цветом стен, окон и так далее. То есть все стандартно, все офисы у нас похожи, если вот посмотреть, все они какие-то одинаковые, шаблонные. Здесь же все по-другому. Здесь не давит на тебя обстановка, здесь такой высокий потолок, да, в каждом из помещений. В 40-х годах прошлого века американские художники и артисты в поисках вдохновения открыли для себя старые заброшенные фабрики и цеха. Немного поработав над дизайном, они превращали потертые стены в рабочие помещения. Такие здания прозвали лофтами. И кыргызстанский лофт – это не просто офис для интернетчиков, они считают его своим вторым домом. Здесь атмосфера креатива и атмосфера свободы. И именно в такой атмосфере мы можем что-то делать, мы можем давать продукт, мы можем эффективно работать. Чего нельзя сказать о стандартных тех же офисах, когда, ну, может быть, там есть соседи, которые говорят, что вы там что-то шумите. А нам нужно, нам нужно пошуметь, чтобы что-то, какая-то идея у нас родилась. Нам нужно это обсудить громко. Возможно, нам нужно побеситься под музыку или посмотреть кино, поорать. То есть здесь это все есть. Это сравнительно новое направление в организации рабочего процесса. Его называют коворкингом, что с английского переводится как «совместно работающий». Коворкинг – это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми, используют общее пространство для своей деятельности. Принцип коворкинга прост. Ориентуешь за небольшую плату стол со стулом, и можно спокойно запускать рабочий процесс. В то время как по соседству работает точно такая же компания, состоящая из одного-двух человек. Такой необычный подход к организации своего рабочего места появился в 2005 году. Идея коворкинга принадлежит молодому программисту Брэду Ньюбергу. Стол и стул стали идеальным рабочим пространством для таких же свободных художников, как и он. Фрилансеров, веб-разработчиков и людей творческих профессий. Здесь у них есть дополнительные площади, кроме рабочего стола и интернета телефона. У них есть еще дополнительные помещения, где они могли бы встречаться с клиентами, проводить какие-то мастер-классы, семинары. Есть вся необходимая офисная техника. В мире коворкинг-центров уже больше тысячи. В Центральной Азии пока один. В Алматы. Центр стал любимой офисной площадкой для тех, кто трудится в интернете. Рабочее место в таком центре стоит от 100 до 200 долларов в месяц. При этом график работы ты выбираешь сам. Это вообще оптимальный вариант, потому что одним из главных наших преимуществ является предоставление интернета. А во-вторых, работая дома, эти люди не могут организовать пространство для встреч с клиентами. Потому что в интернете работают люди, которые существуют сайты, которые что-то продают, у которых, получается, есть реальные клиенты. То есть вот здесь у нас есть интернет-магазин, несколько студий веб-разработчиков, которые арендуют место, и им это очень удобно. В принципе, они стали нашими первыми арендаторами. Сегодня работодатели по всему миру создают уютную рабочую атмосферу для своих сотрудников. Психологи уверяют, что интерьер, равно как и гибкий график работы, положительно влияют на продуктивность и работоспособность человека. А для людей профессии интернетчик это особенно важно, ведь каждый день в сети создаются шедевры. Аленка, я все фотки с вечеринки закачал, смотри. Ах! Какой кошмар! Я что-то не накрашена! Ну-ка, быстро удали их! Не хочу, чтобы это кто-то увидел. Да ладно, с кем не бывает. Смотри, это как раз после того, как ты в бассейн свалилась. Так вот не свалилась, а добровольно нырнула. В одежде и накрашенная. Ой, ладно, не важно. Слушай, а мне кажется, хорошая идея составить из этого калаш. Мне кажется, хорошо бы получилось. Только я вот в фотошопе не умею работать, а ты? Ну, я, конечно, бог фотошопа, но у меня совершенно нет на это времени. Ой, ну, конечно, времени у него нет. Да ты, наверное, даже не знаешь, как кистью там пользоваться. Ну, пусть не знаю, зато я знаю, как все это делать, не усложняя себе жизнь. И как интересно? Мне Мажан на днях рассказывала, что в интернете есть много сервисов для простой и быстрой работы с фотографиями. Там можно и подправить, что не нравится, и калаш даже составить. Ну, давай тогда рассказывай про эти сервисы. Нет, пусть лучше Мажан расскажет, а я еще раз послушаю. Помните этот знаменитый портрет Мэрлин Монро «Диптих Ферлин», который Энди Уорхелл создал в своем неповторимом стиле? Сегодня эксперименты над фотографией вошли в моду. Каждый может преобразить свое фото до неузнаваемости, как изображение Че Гевара, либо Одри Хебберн. А сделать это можно в программе «Фоп-арт-студио». Калаш – возможность объединять несколько фотографий в одну и обрабатывать ее с использованием различных эффектов. «Поп-арт-студио» – программа для любителей необычных фотографий. Их можно сделать красочными, такими, либо такими. «Поп-арт-студио» берет за основу стиль Энди Уорхелла и знаменитые комиксы Роя Лихтенштейна, прославленных художников 20 века. Фотографии можно преобразить и в стиле ретро, ретушь из начала прошлого века. На начальном этапе программа бесплатная, а скачать ее можно на сайте fotoview.nl. У бесплатной версии есть свои минусы. На картинке высвечивается логотип программы. Чтобы убрать его, вам придется приобрести полную версию. Асель – любительница коллажей. Платную версию еще не приобрела, но довольна своими фотокартинами. В «Поп-арт-студии» можно использовать эффекты мозаики, пазлов, размытые эффекты знаменитостей. Заниматься созданием красивых коллажей Асель начала два года назад. Ее первые фотографии были обработаны в популярной программе «Пикассо», которая позволяет волю фантазировать. Я начала использовать еще коллажи в качестве подарков. У меня возникла идея дарить фотоподарки своим друзьям на Новый год. Я в рамочку каждую соединила моменты ушедшего года. Это было очень весело, им понравилось. «Пикассо» удобно для блогеров сайта blogger.com и пользователей социальной сети Google+. Можно добавлять фотографии на своей странице прямо из «Пикассо». А скачать бесплатно и легально программу можно на сайте «пикассо.гугл.ком». Установите ее на свой ПК и создавайте шедевры. Есть различные фильтры, спецэффекты, которыми можно обрабатывать фотографии, делать их ярче, красочнее. Можно комиксами даже делать, миксовать что-нибудь. Асель любит ездить по красивым местам и фотографировать. Показывает свои работы друзьям через социальные сети. Но для этого ей нужна мобильная обработка. В прямом смысле. И она решила установить на свой телефон приложение по созданию коллажей. Одно из самых популярных – «Пикколлаж». «Пикколлаж» – это как бы отдельная галерея, где при создании фотоколлажа они сразу сохраняются здесь. И можно видеть, что создавала. Допустим, создать новый коллаж. Я нажимаю, выбираю в своей уже имеющейся галереи фотографии. Добавляю их сюда. Здесь функция есть «Обработки». Также можно отдельно обработать каждую фотографию. Снять в рамочку, написать текст и сохранить. И затем передать как в Твиттер, так и на различные другие соцсети и по электронной почте. Скачать бесплатно программу можно на официальном сайте «ПикДефисКоллаж.ком», либо в персональном магазине телефона «App Store», «Плей Маркет», «Гугл Маркет». «Любитель Инстаграма?» Тогда приложение «Инстаколлаж» обрадует вас. Но создавать свои работы на нем могут лишь обладатели iOS. «Инстаколлаж» мне очень нравится, особенно обновленная версия этого приложения. Потому что здесь более 30 видов рамок есть, в которых ты объединяешь несколько фотографий, совмещаешь. Для телефонов на платформе Android существует своя программа «FixArt», которая уже собрала довольно большую аудиторию. Если у вас нет этого приложения, то поскорее скачайте его бесплатно на свои смартфоны. Прежде чем устанавливать программу, определимся, какая из них подойдет нашему устройству. Программу «По Порт Студио» можно установить на операционную систему Windows. «Пикассо» подойдет и на Windows, и на Mac. Приложение «ПикКоллаж» обрадует обладателей телефонов на платформе iOS и Android. «Инстаколлаж» есть на продукции Apple, в то время как «ПиксАрт» развивается лишь в направлении Android. Загрузили программу, открываем фото, начинаем редактировать, наносим эффект. Все, сделано. Опа, мой фотогаллаж готов. Даник, вот ты все знаешь, вот ответь мне на один вопрос. Ну, давай, отвечу на любой вопрос. Вот смотри, у нас в Казахстане более 10 радиостанций. То есть выбирай, какую хочешь, на любой вкус и цвет. Но создается еще и интернет-радио. Зачем? Ну, Ален, ну как зачем? Ну, чтобы еще больше выбора было. И потом, в интернете ведь создают не обычные радиостанции, а, например, в определенном стиле. В каком еще стиле? Ну, допустим, ты поклонница R&B или року, ну, неважно. Тебе неинтересно слушать обычное радио, где помимо песен в твоем любимом стиле играет еще и другая музыка. Так вот, ты можешь найти в интернете радиостанцию, где будут крутить только R&B. Ого, да ладно. Слушай, а шансон там есть? Не знаю, есть, наверное. А ты что, поклонница шансону? Ой, да прям. Брату посоветую, а то сил нет уже в машине все время его шансон слушать. Пусть он лучше в интернете в наушниках слушает. Ну, смотри, как бы наоборот не получилось. А то будет у тебя потом вся жизнь под шансон проходить. А пока ты будешь думать, Артем расскажет, зачем еще нужный интернет-радио и можно ли его открыть самому. Давно думал, а почему бы не попробовать себя в роли радиодиджея и не завести себе радиостанцию. В интернете можно найти массу полезных ресурсов, где буквально на пальцах объясняют, как сделать свое радио. Тут и рецензии никакая не нужна, и музыку можно любую транслировать. Но главное, никаких проблем с правоохранительными органами. Вы же не продаете музыку и не даете скачивать контент со своего сервера. Кстати, даже ведущие обычного эфирного радио признаются, что слушают онлайн-станции. В интернет-пространстве очень много радиостанций. На любой вкус, на любой цвет, на любой возраст. Я сам, если честно, тоже вечерами дома слушаю радио именно по интернету. Сейчас онлайн-радиостанций только в Казахстане около сотни, а в других странах Центральной Азии еще около двухсот. Помимо музыки, интернет-радио еще и новостями со своими слушателями делится. Однако конкуренции со стороны интернет-радио Арнур не боится. Он уверен в том, что эфирное и сетевое радио смогут мирно сосуществовать и дальше. По рейтингам эфирное радио слушает большинство в машинах. Люди едут на работу, с работы, по делам, в пробках стоят, конечно, они слушают радио. Далее на втором месте слушают радио в офисах, на работе. Потом дома. Четверку замыкают ресторану, кафешки и так далее и тому подобное. Если владелец интернет-радио может себе позволить крутить по своему каналу абсолютно все, что пожелает, то эфирное радио строго следует рейтингам популярности песен и вынуждено крутить попсу. В эфире должна звучать та музыка, которая нравится слушателю. Плейлист составляется как раз таки из потребностей слушателей. То есть это московская радиостанция, они составляют рейтинги и так далее и тому подобное. Над этим плейлистом работает не один человек, не один музыкальный редактор. Там целая команда состоит из 5-6 людей. Куда проще с репертуаром у интернет-радио. Крути любимую музыку и давай слушателям то, что они хотят. Так и поступают создатели интернет-радио Almatach.kz, транслирующего клубную музыку. Это все получилось спонтанно, потому что мы не знали ни бюджета, то есть ничего. Хотелось просто выражать себя. Ну, то есть у каждого из нас, получается, был свой стиль музыки. Мы изначально были как диджеи. И в самом деле, какой диджей без публики? Ведь свои треки нужно постоянно выносить на суд слушателей. А чтобы открыть FM-радиостанцию, нужно очень много денег. Так и решили остановиться на интернет-вещании. Мы сделали минимальные вложения, создали веб-страничку и купили себе место на радиохостинге в Москве. То есть вся музыка была у нас на сервере в Москве. Поэтому изначально никаких вложений там больших не было. Потом, соответственно, когда Казнет начал развиваться, мы начали задумываться о том, чтобы люди не тратили свой трафик. Поэтому и завели свой сервер в Казахстане. В результате радиостанция имеет уже около 12 тысяч подписчиков. А в день ее слушают 3-4 тысячи человек. Это, конечно, пока не так много. Но у ребят все еще впереди. Они даже задумались над расширением репертуара на повестке дня ретро. Ретро у нас, к сожалению, пока нет. Но мы думаем, может быть, будут какие-то определенные типа радиошоу или что-то такое, посвященные опять-таки ретро, но, наверное, все-таки электронной ретро-музыке. Так как достаточно давно появилась электронная музыка, я думаю, есть и такие поклонники, которые сейчас бы с удовольствием послушали какие-то старые именно электронные вещи. Кстати, способы заработка у радиостанций схожи. Так уж получилось, несмотря на разные способы выхода в эфир. Многие задаются вопросом, как живет, как выживает вообще радиостанция. Ну, для многих это, наверное, уже не секрет. Все знают об этом. Радиостанция живет она, естественно, рекламой. Чем живет интернет-радио? Интернет-радио также живет рекламой, но, к сожалению, поскольку это интернет-радио, оно живет только рекламой на своем сайте. То есть размещают баннеры, какие-то афиши, макеты и так далее и тому подобное. Я пока не собираюсь зарабатывать на интернет-радио деньги. Просто хочу любимой музыкой с друзьями поделиться, а дальше уже видно будет. Ну что, попробую сделать свой канал? Для начала скачаю из интернета бесплатную версию популярного медиапроигрывателя Винаму. Затем с сайта shoutcast.com скачиваю специальный плагин для Винампа и серверное приложение. Эти две программы тоже совершенно законны и бесплатны. Устанавливаю весь этот софт. Делается это на раз-два. Не буду возгрузить тонкостями настройки сервера. Все это можно найти на сайте sbinfo.ru slash shoutcast.php или многих других. Свой канал я назвал в честь матрицы. Никаких сложностей у нас с настройками не возникло. Главное внимательно читать мануал. Ну вот, 20 минут возни, и я радиодиджей. В общем, попробуйте, и у вас получится. Даник, слушай, я смотрю, ты в Твиттере начал сутки напролет сидеть. Рассказываешь там обо всем, что ты делаешь. Не боишься? Чего? Да тут скорее ничего. А кого? Ну, мало ли, современные технологи в последнее время пришли и к воришкам. То есть, например, из Твиттера они могут узнать, дома ты или нет. А особенно, если ты любишь отмечать свое местонахождение на карте. Да прям ничего такого не будет. Ну смотри, как бы тебе доступ к Твиттеру не закрыли. Кто это посмеет мне его закрыть? Да хотя бы родители. Вот, например, Майкл Делл, глава корпорации Делл и 41-й миллиардер из списка Forbes, чье состояние оценивается почти в 16 миллиардов долларов, решил положить конец легкомысленной болтливости своей дочери в социальных сетях, которая оповещала о каждом своем шаге всех своих фолловеров и закрыл ей доступ к Твиттеру. Не, ну это не отец, тиран какой-то. Ужас какой нет. Мои родители так не постыкают. Ну, ты все-таки подумай об этом. А пока ты будешь размышлять, предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Найди на сети». Журналисты «Матрицы» подготовили для вас очередную подборку интересных и, самое главное, полезных сайтов. Здравствуйте, меня зовут Софья Планова. Я генеральный директор творческой группы «Весна». Сегодня я хочу рассказать про планировщик, который я для себя нашла, очень долго искала его. Он именно в моей работе мне удобен, потому что у меня нет краткосрочных задач. Ну, например, такие задачи, которые зависят от большой группы людей, иногда даже не только от нашей компании. Нужно отмечать, что каждый день шаг за шагом в этом направлении что-то делается, чтобы оно состоялось через месяц, через полгода или через год. И как бы вот этот планировщик, он удобен тем, что там есть инструмент, как бы цепочка, такая, то, что ставишь себе задачи, а потом в этой цепочке отмечаешь и можешь сверять себя. Я думаю, что моя жизнь стала более эффективной, более упорядоченной и более спокойной, потому что когда ты видишь целиком, что ты вот там сделал 10 задач по направлению к той задачи, там 20 по направлению к той, ты видишь, что ты посвящаешь свое время этой задаче, как это все изменяется. И, с другой стороны, это позволило более эффективно достигать результатов, потому что они не расплываются. То есть видны долгосрочные цели, видно, то есть мы к ним движемся или нет. Здравствуйте, меня зовут Артур Жемашев, я являюсь передиректором компании «Первая Советия». В качестве источников новостей мы используем информационные казахстанские интернет-ресурсы. Сайт информационного агентства «Новости Казахстан» и сайт электронной версии газеты «Капитал». На сайте информационного агентства «Новости Казахстан» контент хорош тем, что в течение дня он регулярно обновляется. Например, в разделе «Экономика» в день количество новостей доходит до 25-30 штук. То есть это очень хороший показатель для такого сектора. Сайт «Капитал Киезет» нравится тем, что все новости всегда сопровождаются фотографиями и иллюстрациями. К тому же сайт почти всегда выдает свой собственный информационный продукт. Лично я не встречал, чтобы «Капитал Киезет» заимствовал чьи-то новости, либо мне это просто не попадалось. Зная достаточно узкую аудиторию нашего сайта и ее интересы, очень удобно подбирать материалы из таких информационных порталов, как «Еускас.ру» и «Капитал Киезет». Я Сангар Сырлубаев, диджей Сани. Хотел бы сказать о сайтах, которые вам помогут выбрать наушники. Один из сайтов, это широко известный среди диджеев сайт – juna.co.uk, где вы можете выбрать как технику для диджеинга от наушников до проигрывателей, также там есть музыка, ну, в общем, весь став по диджеингу. Сайт juna.co.uk очень удобен своей менюшкой, то есть там есть отдельно музыка, отдельно новые релизы, отдельно техника. Также, если вам что-то на этом сайте непонятно, у них очень удобный раздел «Пакт». Если вы всегда там что-то не понимаете и пишете на e-mail, они очень быстро, оперативно реагируют и где строго по пунктам, по полочкам, тебе все расставят и расскажут. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите нас на сайте matrixdefisie.tv. Следующий выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даньяр Даутов и Алена Цихоцкая. Пока. Заплатить за электричество, купить новые туфли, забронировать билет в кино – все это уже можно благодаря всемирной паутине. Но как оплатить товары и услуги, лежа на диване, узнала Алима Балатбек. Родственники живут в Австралии, друзья на Филиппинах. Как связаться с ними быстро и бесплатно? Скайп, его возможности и дополнительные фишки. От ямщика до электронного ящика. Ждать письма теперь не надо месяцами. Электронная депеша придет за несколько минут. Был бы компьютер и интернет. Матрица расскажет, как завести почту без лишних кликов. Продолжение следует... Продолжение следует...